здравствуйте дорогие друзья не удивляйтесь что такое за ролик вы видите в данный момент дисплей а именно все то что показывается на экране моего телефона так так что нам нужно значит о чем хотел я вам сейчас поведать сейчас пробег автомобиль у меня составляет 62 тысячи где-то на пробегах на по моему при первой диагностики ну в общем говоря за 60 тысяч пробега мне делали очень много раз диагностику ну где-то несколько раз ну раз 9 8 8 9 раз точно из них половина сделано было официального дилера половина так ну и и я еще не считая того что я сам делал да частенько вот так это значит сейчас я вам как-то не рассказал что я купить заказался с алиэкспресс елм 327 да вот у меня постоянно выскакивает вот это так обновляю да так пошел обновить сейчас все телефон я делаю свою диагностику у меня постоянно вылазит это обшивка ошибка п 0 523 почитав эту ошибку здесь через приложение через этот нехитрое устройство недорогой за 250 рублей что ли я купил с алиэкспресс за 20 дней он по моему пришел ко мне значит пишет что якобы высокое давление масло на или высокая цепи да вот вот при вас нажимаю в поиск да давай через хором кролику не готовился сразу говорю где-то может длинный так увеличиваем да а так перевод на русский приложение говорит о том что вот первого читаем по 0 523 ошибка универсальный датчик давления масла в двигателе высокий переключать значит chrysler условия условия высокого давления масла низко низкая входная цепь датчика давлением масла двигатель работал затем psm rsm обнаружился сигнал давлением масла двигатель превышал 4 4 спальн вольт 4 секунды и чем хорошо это приложение вам сейчас реально показываю устройство которое купил с алиэкспресс за 250 или 60 рублей не тут посмотрите все написано датчик ошибка по 0 520 датчик давление моторного основа слоге уровень сигнала на переключение я в принципе это все уже здесь перечитал то есть здесь по сути причины пишет да все все предоставляет видео да по этой ошибке и все всего 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 в общем где-то здесь я еще вычитал в этом ролике а в этом в этой инфе все и что сейчас вам показываю что парень на вести поменял датчик сам датчик давление масло в общем приобрел датчик фирмы пикар почему-то здесь 1118 калина написано вроде как курс сейчас буду менять принципе много нам не должно хватить 21 ключ подобрал я под этот датчик пойду снимать старый ставить новый в общем демонтировал воздушный резонатор кому вдруг интересно будет вот он сам датчик давления масло нажимаем здесь двух сторон по идее и датчик у нас должен выстегнуться а ну вот все вот он сейчас идея головочка должна достать будем его выкручивать так в общем датчик подался легко выкручиваю масло ничего не капать не переживайте так здесь значит написано у нас м8 а мм 120 д отличие от этого ну повысок разве что по высоте только будем ставить посмотрим теперь появится ошибка нет внутри чудо маслица уж какой-то черный на мой взгляд наверное его поменять уже так в общем установил датчик все зашло вставляю и тут увидел интересное что шланчик у меня этот уже весь в трещинах пошел придется наверное вы снять и поменять он давно так-то у меня треснут у меня что никак руки не подходили поменять сейчас раз тоже поменять да друзья шланг действительно уже пошел по бороде поэтому страшнякова надо менять зиму он уже не выдержит так что можете у себя также его проверить этот шланг у нас идет от клапанной крышки да вот вкусного коллектора то есть раз два не знаю для чего это сделано неужели вот этого патрубка не хватало одно скажу что масло масло через него кидает нормально что-то я начал задуматься наверное через этого паразита масло потихоньку мне сгорает и уходит в общем вот так теперь у меня все это выглядит добро переставил я посмотрим хотя сбросим ошибки ты елку посмотрим появится эта ошибка нет так в общем опять показываю вам свой телефон вернее все то что показывает моем телефоне так смотрим ошибки ошибки до этого стер за машину завел прогрел 90 градусов покажет нет сейчас будет интересно что-то я все время подозревал что у меня датчик давления масла уже давно накрыта нету да так сброс ошибок не знаю слышно как начинает работать бензин насос несколько рулюшек начинает срабатывать вот здесь слева под левый на над левой ногой который получается ну и все вроде пока что ошибок никаких не нашел вот так значит вот она у меня стоит сама на вот такая ну в общем обзорная на нее делать не буду кому интересно на ю тубе найдете там дохрена обзорчиков то эту штуки продает в общем я ее брал за 260 по-моему рубля до сих пор есть кому надо переходите внизу по ссылке никакой рекламы кстати эта штука я как-то публиковал сообщество что она меня выручила нереально машина в дороге на трассе затроила эта штука помогла мне выявить причину нашла пропуск в четвертом цилиндре я поменял катушку доехал до дома поменял свечи и проблема была исчерпана не было нужды мне ехать искать диагности где-то платить дополнительные денежки вот 260 рублей уже получается вторую неисправность она в машине не находит так что в описании обязательно смотрите в общем ну все что долгости заводится стал так ну все лампа не горит еще раз кстати вот смотрите такой вопрос к некоторым видите вот включая зажигание контрольная лампа масло загорается да и почему-то она тухнет обычно при заводке должна тухнуть подскажите пожалуйста у кого если так же интересно знать или это особенность такой приборной панели или как вариант я скорее всего может опять не датчик не работает двигатель слышите работает отлично кстати не забыл сказать с вас лайк дизлайк если пригодился видосик или чем-то казался полезным пишите в коменте что думаете всего самого доброго